Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Телек не смотрю уже несколько лет. И кстати, пишите в комментариях, как давно вы не смотрите телевизор. Для просмотра кино я использую проектор, но всё же на недавней распродаже Алиэкспресс выцепил себе телевизор. Просто его цена была настолько низкая, что грех было не купить. Сегодня у нас на обзоре 32-дюймовый телевизор с Алиэкспресс за 7000 рублей. Офигенный телек, между прочим, погнали. Телевизор привёз курьер спустя 3 дня после покупки. Да, у продавца есть доставка из России всего за 7000 рублей. Через 3 дня телевизор уже у меня, но его можно купить ещё дешевле, используя кэшбэк-сервис Letyshops. Этот сервис возвращает кэшбэк за покупки практически во всех интернет-магазинах. К примеру, в Алиэкспресс, Видео, Ла Мода, Букинг, Кальдорадо. В общем, более чем 2000 магазинов и везде возвращается кэшбэк обратно на карту или на мобильник. Также у Letyshops есть удобное браузерное расширение, которое отслеживает динамику изменения цен на интересующие вас товары. С помощью этого браузерного расширения я отследил динамику цены на телевизор. Сейчас на него цена ниже всего, плюс кэшбэк вернули. Проходите на Letyshops по ссылкам в описании и возвращайте до 30% за покупки в интернете. Возвращаясь к телевизору, вычитал, что Skyline это линейка недорогих телевизоров белорусского производства с необходимым минимальным набором функций. На коробке написан изготовитель, ни много ни мало, завод электроники и бытовой техники Горизонт. В общем, приятно, что этот, безусловно, китайский телек хотя бы собрали на легендарном заводе Горизонт в городе Герои Минск. Привет, братьям белорусы. Коробка простенькая, ничего тут интересного. Вот такая белая, невыдающаяся коробчонка. Тут, как водится, у подобной техники расписаны особенности. 32 дюйма, ТВБ-Т2 ресивер, HDMI, контраст и USB порты имеются. Ну и LED-TV. Телек упакован хорошо, зафиксирован двумя пенопластовыми вставками. В комплекте пульт и инструкции с ножками. К ним вернемся чуть позже. Мне понравился классический дизайн телевизора. Тут ничего лишнего. Тонкая черная пластиковая рамка обрамляет дисплей. Материалы и сборка качественные. На пластике при детальном рассмотрении есть интересный рисунок. Короче, это просто черный прямоугольник. Прям то, что доктор прописал. Телевизор очень тонкий. Давно не сталкивался с телеками. И на тот момент, когда они еще интересовали, подобный телевизор стоил намного дороже. Но 7000 это отличная цена. Сзади имеется выступающий кожух с разъемами и отверстиями для настенного крепления. Я хочу этот телек закрепить на стену в кухне. Но кронштейна у меня нет. И в комплекте его тоже нет. Ссылки в описании на хорошие кронштейны я оставил. Можете покупать телек уже в комплекте с кронштейном. Самое главное, тут есть все необходимые современные разъемы. Самое главное, что могу отметить, это 2 HDMI и USB разъем. К сожалению, USB разъем только один. И это печально. Еще один USB не помешал бы. Снизу есть разъем под антенну и S-карту. Ну и само собой есть разъем под спутниковую карту. Ребят, это обычный телевизор. Не смарт-ТВ. Тут нет интернет-разъема и нет поддержки Wi-Fi. Но в следующем видео я покажу вам, как я сделал из этого телевизора смарт-ТВ-машину для поглощения мультимедиа. Через этот телек откроется огромная библиотека фильма. Доступ к популярным играм и интернету. И такую фишку можно проделать практически с любым телевизором. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал. В комплекте есть пластиковые ножки. Крепятся они на шурупах. Вот такие простые легкие ножки. Крепить их не буду, так как собираюсь вешать телевизор на стену. Также там есть инструкция. Инструкция на русском языке. Так что есть что почитать. И вот такой пульт. Пульт очень крутой. Из самого простого обычного черного пластика. Вот думаю засовывать его в пакет или нет. Ставь лайк, если тоже держишь пульт в пакете. Шучу, шучу. На пульте дофигища кнопок. Нужных и ненужных. Вы можете управлять каналами, настройкой телека. А также, что важно, есть блок кнопок для управления мультимедиа. К примеру, фильмами с флешкой. Все необходимое, короче, на пульте есть. В общем, закачивайте фильм на флешку и смотрите, управляйте этим пультом. Пульт работает на двух батарейках типа 3А. В комплекте были батарейки китайские. Я их выкинул и поставил сюда свои аккумуляторные батарейки GP. Увеличенного объема. Звук в телевизоре нормальный. Два 10-ваттных динамика. Они обеспечивают хорошее стерео и достойную громкость. Настройки очень обширные. Есть функция объемный звук. С ней звуковая картина становится еще интереснее. Но, конечно, тут не супер. Dolby Atmos. Но за 7000 рублей качество звука очень достойное. По функционалу в этом телике есть все необходимое. Самое главное, есть поддержка DWB-T2. И с недавним переходом на цифровое вещание. Это актуально. Не нужно покупать дополнительную приставку и заморачиваться с обычной комнатной антенной. Кстати, телевизор поймал без проблем все пакеты мультиплекса. В общем-то, не знаю, что еще такого рассказать про этот телевизор. Смотреть на нем эфирную сетку я не буду. Буду делать из него Smart TV. Но даже без всяких изменений телевизор можно отлично использовать. К примеру, под вечерние киносеансы скачивайте фильм на USB-флешку. Сейчас я включил 4K ролик на телевизоре через флешку. Считывает он ее без проблем. Глюков, тормозов и зависаний нет. Напрягать телевизор в 4K видео смысла не вижу, так как разрешение его намного ниже. Матрица тут с разрешением HD. Отличные углы обзора. Под углом картинка не искажается. Подсветка Direct LED ровная. Нет засветов при черном изображении. Соотношение сторон классическое 16G. Все как у современных устройств. В общем, проще говоря, картинка в итоге получается довольно неплохой. Цвета насыщенные, близкие к естественным. Любителям более теплых тонов или цветов а-ля вырви глаз можно покопаться в настройках. При близком рассмотрении наблюдается зернистость. Но она не критичная. Тем более мало кто смотрит телевизор при таком близком расстоянии. Вообще, на мой взгляд, это отличный телек для кухни и для гостиной, который за небольшую сумму справляется на ура с необходимой задачей. Можно смело покупать, пока цена на него еще такая низкая. И резюмируя все вышесказанное, могу отметить плюсы и минусы. Плюсов тут очень много. Естественно, это невысокая цена, минималистичный стильный дизайн, тонкие рамки дисплея, встроенный DVB-T2 ресивер, хорошее качество картинки, большой пульт с кучей необходимых кнопок и телевизор легкий, можно вешать на стену. Хорошее качество звука и есть все современные разъемы. Минусов немного меньше. Из субъективного это фирма, многих она может оттолкнуть. Какой-то Skyline и только один USB разъем. В следующем видео будем делать из этого телека Smart TV. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить, нажать на колокольчик. И написать в комментариях, как давно вы не смотрели обычный телевизор. А именно эфирное вещание. Все интересные ссылки я оставлю в описании под этим видео. Также мы есть в ВКонтакте и Телеграме. Короче, подписывайтесь на нас везде. Ну и берегите себя и своих близких. До скорых встреч!